Здравствуйте друзья! В этом видео я расскажу про относительно недавно появившееся устройство от известного производителя Sonoff. Это привод для управления шторами, но в отличие от большинства своих аналогов он не требует установки специальных карнизов с передаточными ремнями. Герой обзора устанавливается на существующие карнизы. При этом сам процесс очень простой и быстрый, с ним легко справиться самостоятельно и при необходимости также легко все демонтировать, никаких следов не останется. Подробнее дальше в моем обзоре. А пока, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, интересующихся темой умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства привод для штор. Максимальная длина карниза 3,5 метра. Максимальный вес штор до 8 килограмм. Возможность работы с одной и двумя шторами. Максимальная толщина или диаметр карниза до 4 сантиметров. Интерфейс ZigBee 3.0. Питание, встроенный аккумулятор 4000 мАч. Разъем питания USB-C. Опционально можно подключить солнечную батарею. Размер основного мотора 115 на 78 на 29 миллиметров. Размер вспомогательного модуля 115 на 58 на 28 миллиметров. Я решил, что солнечная панель будет логичным дополнением к приводу, чтобы, если не убрать полностью, то хотя бы уменьшить частоту его подзарядки. Поэтому в моем комплекте есть и она. Начнем с привода. Поставляется он в белой картонной коробке с изображением устройства, логотипом производителя и поддерживаемых экосистем, базовый Evalink и Google Home Amazon Alexa. Тут находится полный, самодостаточный комплект для установки на карниз. Сверху положили специальный упаковочный лист, который показывает в каком отделении что находится. Это удобно. Упаковано все надежно, по коробке ничего не болтается, все части крепко зафиксированы на своих местах. Доехал комплект в полной целости и сохранности. Система представляет собой основной привод он слева и вспомогательный модуль он справа. Между ними находится цепочка, похожая на те, что используются в жалюзи или рулонных шторах. В зависимости от направления ее движения, шторы либо закрываются, либо открываются. Она смотана на специальной катушке, которая удобно раскрывается как коробка. Длина регулируемая, максимальное расстояние между приводом и вторым модулем 3,5 метра. Одна, правая прищепка для штор уже установлена на цепь. Остальные аксессуары, кабель для зарядки USB-USB-C длиной 3 метра, пульт дистанционного управления, позволяющий управлять приводом даже без подключения к системе умного дома. Вторая прищепка для штор и два зажима струбцины для карниза. Солнечная панель, которую нужно устанавливать на окно, для чего в ее верхней части есть полоска двустороннего скотча. Ее размер 162,5х114х11 мм, может работать при температурах от минус 10 до плюс 60 градусов Цельсия. Сзади у нее находится кабель длиной 1 метр с разъемом USB-C, мощность до 2,4 Вт. Производитель заявляет, что сутки работы панели обеспечивает 3 дня работы привода, правда не уточняя количество открытий и закрытий за день. По логике не менее двух, открыть утром и закрыть вечером. Инструкция хоть и небольшая и лаконичная, но зато сразу на 11 языках. Мне ее вполне хватило, чтобы разобраться с установкой привода. В нижней части привода находится кнопка, короткое нажатие на которую используется для проверки качества связи с координатором, а удержание в течение 5 секунд, пока не начнет мерцать светодиод, для перевода в режим сопряжения. Правее от нее расположен разъем для подключения кабеля питания или солнечной панели USB-C. Далее окошко светодиода. Еще правее переключатель питания. На задней стороне и привода, второго модуля находится 5 пар пазов, которые нужны для установки накрепления струбцин. Таким образом осуществляется регулировка по высоте. Струбцины в свою очередь крепятся к карнизу при помощи зажима. Таким образом не требуется никаких дополнительных доработок или специальных карнизов и обеспечивается простой демонтаж. Цепочка достаточно жесткая и крепкая, ее длина регулируется при помощи фиксатора на прищепке, максимум напомню 3.5 метра. Теперь пора заняться установкой. У меня используются плоские карнизы привинченные к потолку. Нужно было немного ослабить шуруп, чтобы крепление вошло в щель между карнизом и потолком. После этого закрутить его обратно и дополнительно зафиксировать винтом самой струбцины. С другой стороны аналогично. Монтаж занял от силы минут 10, по большей части на то, чтобы добраться к шурупам и принести стремянку. Аналогично при необходимости, все можно и демонтировать, никаких следов не останется. С левой стороны устанавливается основной привод. В моем случае использовалась самая верхняя пара пазов, но это зависит от конкретного карниза. С правой стороны второй модуль. Мне пришлось немного сдвинуть струбцину, чтобы он не упирался в стену. Регулируется все удобно и быстро. Следующий шаг, при помощи кнопки на правой, уже закрепленной прищепке, натягиваем цепочку так, чтобы не было провисаний. Кнопка фиксирует длину, все лишнее висит внизу. Чтобы не болталась на виду, лишнюю часть цепочки я просто затянул за штору, которой прицепил прищепку. Это устанавливается на правую сторону со стороны вспомогательного модуля. Вторая прищепка ставится на левую штору. К цепочке она крепится при помощи простого, но надежного зажима. На этом установка привода заканчивается, он уже готов к работе. Так как в моем комплекте была солнечная панель, я закрепил ее на окне. Метровый провод оказался коротковат, полтора метра было бы лучше. Но немного сдвинув привод вправо, удалось отрегулировать нормально. Привод я установил в детской, чтобы утром автоматически открывать, а вечером закрывать шторы. Двигатель слышно, но не особо громко. Тут видно, что штора немного загибается из-за тюля, но обычно он открыт и сдвинут в сторону, поэтому не мешает. Открытие штор. Кстати во время этого теста привод еще никуда не подключен и работает с пульта управления. Если отодвинуть штору вручную, то двигатель закончит дело, закроет или откроет до конца. Теперь перейдем к логической части обзора и начнем с родного приложения управления Everlink. В качестве ZigBee шлюза у меня используется Sonoff NS Panel Pro, ссылки на его обзоры в описании. В плагине переходим в раздел шлюз и там нажимаем кнопку добавить. Привод переводится в режим сопряжения удерживанием кнопки в течение 5 секунд, пока не начнет мигать зеленый светодиод. Шлюз обнаруживает и подключает устройство. Затем оно появляется в общем списке системы и плагине шлюза. Перед началом использования необходимо установить пределы. Пределы это те положения, которые привод будет считать крайними. Устанавливаются очень просто при помощи пульта. Для предела закрыто, одновременно нажимаем и держим кнопки закрыть и стоп. Когда шторы дойдут до нужного положения, отпускаем кнопки. Привод будет считать это положение крайним для закрытия. Аналогично для открытия. Убеждаемся, что положения сохранены. Просто нажимаем открыть закрыть, привод должен остановиться в указанных положениях. Мне пару раз приходилось повторять установку. Насколько я понял, сначала надо установить предел закрытия, потом предел открытия. После этого, шторы будут устанавливаться не в тех местах, где двигатель больше не может их тянуть, а там, где вы указали при установке предела. При помощи ползунка можно устанавливать и любое промежуточное положение. Кстати, привод я не заряжал, такой уровень заряда был из коробки. Я решил проверить, сколько он продержится при работе с солнечной панелью. После добавления привод появился и на экране NS Panel Pro. При нажатии на его кнопку открывается панель управления, с кнопками открыть, закрыть, стоп и ползунком положения. Ради интереса я проверил, будет ли работать управление при отключении панели от Wi-Fi, когда приложение ставит ему статус офлайн. Все в порядке, управление приводом сохранилось и в этом случае. В меню общих настроек можно увидеть перечень совместимых систем, таких как Google Home, Amazon Alexa, SmartSync и другие. Тут находится опция реверса двигателя, в этом случае он поменяет направление движения. Это может пригодиться для работы с одной шторой. Тут же есть настройки локации. Привод может работать и в автоматизациях. В разделе условий пункт умное устройство есть только один вариант, включено или выключено. Я считаю, что более полезным был бы пункт уведомлений о низком уровне заряда аккумулятора. Но в основном устройства такого класса используются в действиях автоматизации. Для героя обзора можно выбрать любое из положений штор, от полностью закрытого и открытого до промежуточного. Проверим совместимость Google Home. Связь осуществляется на уровне аккаунтов. Его нужно разово добавить в меню устройств совместимых с сервисами. После этого, все что поддерживается в системе, будет автоматически сюда добавляться. Привод появился тут под тем же названием, что в системе. Управление через приложение тут нет, только голос, а для этого его лучше как-то понятно переназвать. Без особых изысков я дал имя приводу шторы. После этого, через любой контроллер подключенный Google Home, можно отдавать команды на открытие, закрытие и установку промежуточного положения. Теперь мой любимый раздел Home Assistant. Зигби устройства могут работать с этой системой через одну из интеграций. Начнем с штатной ZHA, для нее я использую стик Sonoff E. Запускаем режим подключения, на приводе держим кнопку пока не начнет мигать светодиод. Устройство добавилось и сразу видно, что им можно полноценно управлять. Тут появился объект домена Cover, стандартный для приводов штор, окон, ворот. Свитч, правда не совсем понятно, зачем и для чего, я бы его деактивировал, чтобы не засорять эфир. Уровень заряда аккумулятора, после проведенных тестов он показывает 68%. И кнопка идентификации, она используется, чтобы найти нужное устройство среди нескольких одинаковых. Перед началом работы нужно установить пределы, так как я уже рассказал ранее, при помощи пульта и одновременного нажатия на две кнопки. После чего проверить крайнее положение 0 и 100%. В Home Assistant привод может иметь четыре состояния. Закрыто, когда его положение равно нулю. Открывание, в этом случае значение в процентах, отвечающее за положение, увеличивается. Открыто, когда шторы доведены до установленного предела, в этом случае положение равно 100%. И закрывание, когда значение положения уменьшается. Следующий способ зигбиту MQTT. Это уже не интеграция как ZHA, это отдельное самостоятельное дополнение. С Home Assistant оно взаимодействует через MQTT сервер и одноименную интеграцию. Актуальная на момент проведения теста версия 1.32. Устройство добавилось штатно, поддержка официальная, внешние конвертеры не нужны. Если посмотреть в правый верхний угол, где находится кнопка режима подключения, то видно, что я выбрал конкретный роутер. Это связано с тем, что привод находится в дальней комнате, а роутер установлен недалеко от него. Правда в дальнейшем, он сам может переподключиться, куда посчитает нужным. Это страница описания. Тут видно, что привод является конечным устройством, что логично, так как он работает от аккумулятора и большую часть времени переходит в спящий режим для экономии заряда. Страница экспозиции. Тут есть все, что нужно для использования. Кнопки открыть, закрыть, стоп и ползунок выбора промежуточного положения. После подключения нужно установить при помощи пульта предела. Все эти значения пробрасываются и в Home Assistant. Работает все корректно и быстро, так как управление полностью локальное. Для применения в автоматизациях используются стандартные сервисы домена Cover. Для интерфейса, это моя рабочая система, я использую кастомные карточки Mushroom. И для штор у них тоже есть свой вариант. В горизонтальной ориентации очень компактно. Есть кнопки открыть, закрыть и стоп, можно переключиться на ползунок произвольного положения. И третий способ добавления в Home Assistant будет SLS шлюз. Это отдельное физическое устройство, которое совмещает в себе ZigBee координатор, сетевой интерфейс и систему управления. Актуальная на дату обзора официальная версия прошивки от 15 февраля 2023 года. Подключаем привод, процесс стандартный и уже тут видим по отсутствию картинки и нулевому конвертеру, что штатной поддержки нет. Так и есть, модель устройства не поддерживается. Попробуем метод подбора существующих конвертеров, который я уже неоднократно показывал в своих обзорах. Не буду ходить кругами, сразу покажу какой из них можно использовать 35-ый, от контроллера управления двигателями Шторлан Сонха. Указываем его вручную на страницу устройства и применяем настройки. Теперь привод отображается как настенный контроллер- выключатель, но главное же не картинка, а работа. Первым делом при подключении это установка предела, так как перевод привода в режим сопряжения сбрасывает все настройки. После этого нужно убедиться, что при открытии и закрытии Штор, двигатель останавливается в указанном положении. Из особенностей что я заметил, тут сенсор положения сделан отдельно от объекта cover, видно как он меняет свои значения при закрытии и 100% соответствует состоянию закрыта, а не открыта. И соответственно при открывании начинает уменьшаться. Кроме этого, тут нет батарейки, так как у настенного контроллера она естественно отсутствует. Зато много лишних сущностей, которые есть смысл деактивировать. И оставить в таком виде. На команды привод реагирует адекватно, использовать в системе можно и это самое важное. Штатная поддержка привода будет добавлена в поддержку SLS в ближайшее время. И полагаю, что следующее официальное обновление уже будет содержать отдельный корректный конвертер. Я считаю, что установ получился оригинальный интересный продукт. В первую очередь подойдет тем, у кого уже установлены шторы и менять карнизы нет возможности или желания. Очень простая и быстрая установка, отсутствие проводов, возможность постоянной подзарядки от солнечной панели, это основные достоинства устройства. К ним же отнесу поддержку в Google Home и Home Assistant, причем несколькими методами. К недостаткам можно отнести то, что привод с помогательной модулей прищепки заметны на шторах, как-то спрятать их будет сложно. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на магазины санов и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова